Здорово, ребята! Программа для пакетного управления Харви для больших грядок с управлением по одной контрольной лонке. Ну, то есть, если у нас это предназначена программа для больших огородов с однотипными культурами, то вот эта вот маленькая индивидуальная, это такая доследная делянка, не знаю, как это по-русски. Лабораторные такие посадки с индивидуальным управлением. Давайте сразу перейдем к кодику, там он что-то насобирал. Семена корректно собирает, все хорошо. Проверил, очень простая программа, очень примитивная. Значит, суть в чем? У нас есть псевдоним Элиас, это гидропоника, гидропоник девайс на порту D0. Это у нас луночка, контрольная лунка одна, по которой мы определяем, что в данный момент делать Харви. То есть, читаем контрольную лунку, смотрим состояние культуры в ней и на все Харви пакетной командой подаем необходимый сигнал. Собственно, поскольку пакетная Харви управляется пакетными командами, бетч-командами, поэтому у нас здесь define объявляем константу Харви с хешем этого Харви. Дальше основная петля. Вот тут у меня лишний yield, он не нужен. Значит, ждем начало такта и читаем из Харви с помощью пакетной команды loadBetch в регистр R0, читаем из Харви сигнал activate, состояние переменной activate. Ну, это average, среднее. Среднее значение этого сигнала. Для чего это делать? Ну, если в предыдущем такте мы Харви подали какую-то команду на посадку или на сбор урожая, Харви выполняет эту команду больше, чем за один такт. То есть, в следующем такте мы опять будем подавать эту команду. Состояние системы не изменится, но Харви при этом будет занят. Поэтому мы смотрим. Занят чем-то. Если Харви чем-то занят, то здесь будет единичка. То есть, если он сейчас выполняет предыдущую поданную команду, мы должны подождать. Мы не должны нагружать его и опять спамить эту команду в него. Поэтому, если Харви занят, здесь у нас вот branch greater than zero. Если у нас R0 больше, чем 0, соответственно, там единичка будет. Он сейчас активирован. То мы переходим на начало петли и опять будем ждать начала следующего такта, пока Харви не освободится. Если Харви в данный момент ничем не занят, мы читаем из гидропоники два сигнала. Давайте посмотрим. Это он семечки собирает, да? Да, он семена собрал. На следующем этапе соберет. Ну и можно докинуть вот эти собранные семена. Можно уже и картошечки. Тоже можно закинуть там конвейерная система. У нас это будет куда-то закидываться дальше. Рассылаться. Вот. И постепенно огород будет заполняться посадками. Однотипными. Обращаю ваше внимание, с разными типами тут есть нюансы. Можно условно выращивать, но очень аккуратно и мы будем терять культуры. Значит, читаем два сигнала из гидропоники. Matcher и Seeding. Сигнал Matcher может быть от минус один, ноль или единица. Минус один означает, что лунка у нас пустая. Нолик это означает, что там в лунке что-то есть, но оно еще не выросло. А Matcher означает то, что это уже выросло и его нужно собирать. Читаем состояние Matcher переменной. Сигнал Matcher читаем в регистр R0, а в регистр R1 читаем сигнал Seeding. Сигнал Seeding также как и Matcher может иметь три состояния. Единичка. Это означает, что семена готовы к сбору. Можно уже собрать семечко. То есть как минимум одно семечко для сбора там есть. Нолики и минус один нам менее интересны, поскольку это до сбора семян, после сбора семян состояние культуры. Далее, прочли вот этих два сигнала Matcher и Seeding в регистры R0 и R1 и смотрим дальше. Если у нас в регистре R0 находится минус единица, то нам необходимо посадить какую-то культуру. То есть это лунка пустая, поскольку мы смотрим по одной лунке, по контрольной. Мы должны подать на команду на Харви, чтобы он попытался что-то посадить. Поэтому следующая строчка. Branch Relative. Относительный переход. Раз-два прыжок. Greater Equal Zero R0. То есть если у нас в луночке что-то есть, взрослая, выросшая уже единичка, или нолик еще растет. Greater Equal Zero. То мы перепрыгнем вот эту команду. Иначе, если там минус один будет, если там будет пусто в этой лунке, мы подадим на Харви команду Plant. То есть переменную Plant Harvey мы запишем единичку. Естественно, это бетч, пакетная команда. Обращаю ваше внимание на то, что это не совсем корректная работа. Если бы мы индивидуально управляли Харви, предварительно нам необходимо было бы проверить, есть ли у него в импорт-слоте какие-то семена. Так мы подаем команду посадить, а неизвестно, семечка есть у него или нет. Но вроде бы работает корректно. Если будут какие-то глюки и баги с этим, я так сильно, тщательно не проверял, то отписывайтесь под видео. Будем пытаться это решить как-то, каким-то образом. Собственно, с посадкой решили. Если у нас лунка пустая, сиденька нам вообще не интересен, если в мэтчер минус единичка, то мы выполним эту команду, иначе просто ее перепрыгнем. Следующая команда Select, она выбирает, по чему мы будем смотреть. Значит, смотрите, R0 у нас селектор, это регистр селектор. Если в R0 не нулевое значение, то есть минус 1 или 1, мы смотрим по R0, какое там значение. То есть, если там в R0 будет единичка, мы эту единичку оставим и запишем в переменную Harvest. Если там будет минус единичка, то есть не посаженная, мы эту минус единичку тоже оставим и запишем команду Harvest. Но Harvest это переменная, которая запустит процедуру сбора урожая или семечка только в том случае, если туда будет записана единичка. То есть, минус 1 не пройдет, он не сработает. Поэтому, если у нас в случае с R0, если у нас здесь пустая лунка, или если у нас здесь заполненная лунка, то есть, если в случае с пустой лункой, он не сработает. В случае с нулем аналогично не сработает, потому что если у нас R0 будет равно нулю, мы будем смотреть на R1. То есть, вот эта команда у нас будет выполняться в любом случае, но приведет к сбору урожая, она только в том случае, если или здесь, или здесь будет единичка. То есть, если здесь будет минус 1, нолик точнее, то есть, нолик означает, то есть, если мэтчер, то есть, там культура какая-то растет, то есть, минус 1 это пустая лунка. 0 это значит посадили, но неизвестно, семена есть и нет. То есть, если там что-то посажено, R0 равно нулю, то есть, регистр селектор равен нулю, мы будем смотреть на R1. Если там что-то посажено, мы смотрим, есть семена или нет. Если что-то посажено и не взрослое. Если это взрослые Мы собираем семена Смотрим на R0 тоже, если это взрослые Подаем сюда на Harvest Едничку и собираем урожай Ну, немножко мутно Наверное, с Selectом объяснил Ну, как-то так вот оно работает Ну и подаем, собственно, команду на Harvest Затем... Подожди, а что у меня? Я же удалял уже это Сегодня я уже удалял, по-моему, этот лишний yield Так, что там у нас? Давай, соберем еще две картошечки Посадим еще три Можно разные культуры, но лучше вручную собирать Потому что если у нас будет команда Harvest То есть, если у нас Harvest попытается собрать урожай С культуры до сбора семян То она уничтожится То есть, можно более медленные культуры садить в лунку А более быстрорастущие садить в другие лунки Грубо говоря, помидорки растут медленнее Точнее, растут с одной скоростью Но картошка дает семена быстрее Поэтому, если мы посадим помидорки Вот в контрольную лунку А здесь рассадим картофель Мы, в принципе, получим Семена лучше будет собирать вручную Сколько в картофель даст семена А помидорки еще не дадут То есть, там с разными культурами поэкспериментируете Но, в принципе, вот эта программа И вот такая установка Она предназначена для больших грядок То есть, у нас таких грядок может быть несколько На одной растет картошка На другой растет там помидорка На третьей еще чего-то То есть, это для больших таких огородов То есть, если у вас на поле растут там, я не знаю Арбузы, например То вы же не будете по каждому арбузы смотреть Вы посмотрели там с краю А, урожай уже можно собирать Приблизительно средняя спелость На поле у вас более-менее нормально Вот А что так, мне кажется, много, да, посадил? Ну, посадил и посадил Ладно, не будем затягивать Программа Я, наверное, как ее оформлять Прямо вот так вот не буду Тут я красивый заголовок написал Херви Бэтч Название программы Просто вот этот кодик Без пустых мест Вот в таком вот виде Закину под видео где-то Или в комментарии там закреплю Если будут какие-то глюки По поводу вот такой пакетной Потому что есть Если мы будем спамить командой Неправильно и нехорошо То есть Как сказать Может быть вот такая ситуация Смотрите Такая ситуация приведет К поломке системы Обойти это как-то корректно Нельзя Потому что Ну, у нас может быть Еще не заполнено ничего, да? Вроде бы я постарался Сделать так Чтоб она не зависала То есть Есть возможность зависания Да? Ну, вроде бы Все нормально работает То есть Либо в первой лунке Либо вот В первом контрольном Херви В первом Херви Который работает с контрольной лункой Должны быть семена Иначе программа Постоянно пытается посадить Но не может посадить Вот такой вот маленький нюанс Ну, естественно Это с битцикла может быть Первая контрольная лунка Там должно быть семечко Пачку семян закинули туда И у вас там как-то Какая-то система сортировки Чтобы семена возвращались назад И Собственно Она постепенно заполняется Но вот По первой лунке То есть Первая лунка должна работать Вот такой вот нюанс Небольшой Там у меня картошка Ой Попадала Попадала Картошечка Смотри Надо пособирать Так На этом Все Я пошел Да, микротор Не затягивайся Я пошел Кушать картошку Услышимся, ребят Кушать картошку Кушать картошку